здравствуйте дорогие друзья четверг четверг недельная глава трума как всегда ничего не успеваем хотелось бы знаете два урока утром и вечером просто ж вас жалею и так обратите внимание всевышний вывел евреев из египта вообще без их участия практически вынес написано на крыльях орла от них требовалось что согласиться море раступилась само перед ними надо было только войти там ман падал с неба вообще ничего не надо было делать скрижали завета получены были маша готовыми вроде храм мог возникнуть так вот по волшебной палочке спуститься вниз и все да именно с храмом этого не произошло что написано возьмите мне приношение и своими руками построите храм построить на свои средства своими усилиями почему потому что нельзя все получить бесплатно бесплатному отношение бесплатное что касается духовного дара именно духовного то его вообще нельзя получить без затраты собственных усилий еврейское слово вот трума обратите внимание да означает возношение пожертвования да от корня поднимать высота в том смысле что раньше тот у того кто жертвует была некая вещь да он ей владел а теперь добровольно поднимает и возносит при этом статус вещи который ты даешь возвышается так как она приближается к богу даже если жертвуется не на храма другим людям беднякам какой-то социальную программу все равно это очень важная вещь вообще для того кто пожертвовал еще может быть даже важнее чем для того кто дал вообще вы знаете бывают разные люди они по-разному видят мир конечно мы не можем ориентироваться на великих праведников совсем уже и у нас просто не хватит духовных сил был такой сахмарский адмор раби ойль и они у меня есть очень много рассказов он всегда щедро очень по возможности одаривал просителей однажды к нему пришел один человек жалоба на непосильные жизнями трудности сказал что он коллега одноногий там вот показал вдовец заботиться о своих детях сиротах адмор очень переживал там дал ему деньги через несколько минут после этого как он ушел врывается к нему габай синагоги слушка и очень взволнованный говорит что посетитель никакой не коллега без ноги он ведь только что вы вышел и видел как он нормальной походкой здорового человека пошел на двух ногах раби ойль за услышал это забегал по комнате и габай думал что он может сейчас повелит ему бежать за обманщиком и забрать у него деньги полученные обманом но к своему удивлению он услышал как сахмарский адмор бегает и говорит какая радость какая радость человек оказался не коллега какая радость давай вышел недоумение вернулся через несколько минут говорит рэб он врал тебе что он вдовец я видел жену с детьми они пошли спокойно раби берга какая радость какая радость человек еще и не вдовец какая радость то есть это чтобы так видеть мир конечно надо быть совсем правильным чеком но хотя бы приближаться к этому вообще каждый человек который живет в мире который принадлежит творцу повторяю он принадлежит творцу этот мир а не нам мы здесь гости он должен понимать что для него всегда совершается милости просто человек привыкает к тому потоку благодеяний встал утром солнце светит так и надо проснулся все нормально глаза открылись так обычно не так значит человек не дай бог заваливает или переживает трагедию то сразу начинает понимать что вся его жизнь каждый вздох его жизнь это великая милость со стороны создателя вот такие времена он осознает что должен благодарить бога за доброту и это вы все остальное надо понимать что к богу надо обращаться все время есть время для плача есть время для смеха есть время для обращения богу короткую историю еще расскажу граф галинский рассказывал после первой мировой войны и крупные державы перекроили мир заново и вот в одной из стран деревня вот видите речушку говорят теперь там будет граница местные евреи сильно всполошились на за рекой кладбище еврейское как мы будем хоронить близким там местные власти пошли им навстречу разрешили там сказать без всяких хоронить с одной и с другой стороны но не сильно не чисто плотные дельцы решили подзаработать они начали организовать фальшивые похороны использовали гроб карманы там для контрабанды товаров и так далее как-то раз пограничники заметили вот эту странную процессию и все как полагается гроб поддержана но какие-то вот безутешные родственники такие достаточно веселые а покойник сказать как-то возле него идут открывайте говорит они начали кричать что вы открыли крышку вызвали подмогу и когда крышка открылась да то контрабандисты начали рыдать а начальник застава им сказал если вы плакали не сейчас а тогда когда надо ваша затея удалась заканчивая эту тему в исходе из египта мы видим что слова выведу вас из египта и возьму вас себе своим народом стоят рядом отпусти народ мой и будут они служить мне мотив повторяющийся все время да ни разу мы не встречаем требования отпусти народ мой без следующей фразы они будут служить мне поэтому надо понять мы вышли из египта чтобы работать с богом мы вышли из египта чтобы ему служить чтоб слушать его а мы если это забываем есть проблема бреховая слыха